Сегодня мы подошли, и Россия, и Украина к определенной черте, за которой уже, конечно, отношения испорчены на многие годы. Но сегодня еще мы не дошли до черты братоубийственной войны, поэтому вы выполняете свой воинский долг, мы выполняем свой доинский долг. И, естественно, мы готовы все вместе и с вооруженными силами, и наши афганцы готовы стать по призыву, и добровольно стать в ряды нашей армии, для того, чтобы защитить территориальную целостность Украины. Но черту мы с вами перейти не должны. Мы просим выполнить условия Будапештского меморандума, не допустить от того, чтобы Украина разделилась. Призываем всех к миру, и мы к этому и призываем быть честными, и призываем быть объективными. Происходящее в Крыму событие, то, что мы каждый день видим, то, что каждый день происходит, постоянное нагнетание обстановки, постоянное, особенно со стороны тех лиц, которые считают себя властью Крыма сегодня, оно является немыслимым. Оно не укладывается в голове не только военных, которые готовились, которые вроде бы должны быть готовы ко всем неожиданным ситуациям, оно не укладывается в голове большинства украинского народа, которые хочут мира, которые хочут честно трудиться, которые хочут демократическим путем решать все проблемы. Отдельно хочу сказать несколько слов поддержки, прежде всего воинам военно-морских сил Украины, восхититься вашей выдержкой, вашим мужеством. Вы находитесь в абсолютно нестандартной ситуации, к которой вас не готовили, к которой морально очень тяжело. Но вы держитесь. Сегодня военные украинской армии должны с еще большей самоотдачей, самой, что ни на есть, отдачей всех физических, всех моральных сил, честно выполнить свою военную присягу и защитить нашу страну. Продолжение следует...